Всем привет! В начале этого года в народе начала просачиваться новость о неизвестном вирусе из Китая. Это новый, ранее не изученный вирус из семейства коронавирусов, вызывающий пневмонию. На тот момент, а именно 9 января, зараженных было всего 40, что для китайского населения считается незначительным числом. Поэтому на фоне событий в Австралии и Иране те новости не привлекали внимания. Однако сегодня уже пора поговорить об этом новом вирусе и о том, во что может вылиться вспышка заболеваний, вызванная им. По факту... Новый коронавирус принадлежит к тому же семейству вирусов, что и хорошо известный коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии. SARS и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS, унесшие сотни жизней за последние 17 лет. Всемирная организация здравоохранения дала новому коронавирусу название 2019-NCOV. И SARS и MERS классифицируются как заонозные вирусные заболевания, то есть первые заболевшие приобрели эти вирусы от животных. Это стало возможным после того, как вирус, находясь в организме животного, перетерпел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать человека. В свое время исследования показали, что первоначальным источником SARS и MERS являются летучие мыши, а промежуточным звеном между ними и человеком верблюды. Название коронавируса происходит от его формы, которая на снимках, полученных с помощью электронного микроскопа, напоминает солнечную корону. Как известно, впервые вирус зарегистрировали в конце декабря 2019 года в Ухане, крупном городе в Центральном Китае. Первыми зараженными стали посетители городского рынка. На данный момент существует две версии о происхождении вируса и о передаче его человеку. По одной из них вирус в город принесли летучие мыши, обитающие в крышах зданий, в том числе и на рынке. Там заразили продукты питания, и так он передался людям. По второй версии вирус пришел к нам от змей, которые на том рынке продаются в качестве продукта питания. Позже стало известно, что вирус может также передаваться от человека к человеку, в том числе и воздушно-капельным путем. Китайские специалисты отмечают, что для подтверждения гипотезы происхождения вируса необходимо взять образцы ДНК животных, продаваемых на рынке, а также диких змей и летучих мышей. Но после вспышки заболевания рынок был продезинфицирован и закрыт, что затрудняет отслеживание источника нового вируса. В любом случае, полученные результаты чрезвычайно важны для понимания жизненного цикла 2019 НКОВ и разработки вакцины против него. Специалисты утверждают, что коронавирус вирус из Китая может варьироваться по степени тяжести, от легких до умеренных заболеваний верхних респираторных отделов. А в ряде случаев коронавирус может доходить до нижних дыхательных путей, вызывая бронхит и пневмонию. По первым признакам коронавирус похож на ОРВИ или грипп и включают в себя насморк, головную боль, кашель, больное горло, лихорадку, общее ощущение нездоровья. Важными симптомами является сочетание повышенной температуры, кашля и затрудненного дыхания. 2019 НКОВ также может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой. В легких инфицированных обычно находят жидкость, что характерно для вирусной пневмонии. Осложнения могут привести к отказу почек. Профилактика коронавируса такая же, что и при гриппе. Регулярно мыть руки с мылом или вытирать их спиртосодержащими салфетками. Избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа. Хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу. Избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом. На 13.00 четверга 23 января число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае составило 631, 20 из которых смертельные. Утром того же дня сообщалось о 570 заболевших, чуть позже уже 617. На настоящее время случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. 9 января от отипичной пневмонии погиб 61-летний мужчина. Это была первая зарегистрированная смерть от нового коронавируса. В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса. Пациент, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе. А заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник 21 января. В Китае сообщалось также о нескольких выздоровевших, которых выписывают из больниц, однако тут мало подтвержденных данных. В Китае не утихают опасения относительно возможного распространения смертельного патогена. Вспышка болезни произошла как раз за месяц до китайского нового года, 25 января. В преддверии этого праздника сотни миллионов китайцев путешествуют переполненными поездами, автобусами и самолетами, чтобы повидаться с родными. Кайф! В рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города – Хуанган и Ухань. То есть перекрыли абсолютно все транспортные передвижения внутри городов. Кроме того, эти два города в данный момент невозможно покинуть или посетить. Заведения типа кафе и театров закрыты, объявлен строжайший карантин и ежедневно в городах проводятся процедуры по профилактике и оздоровлению гражданского населения. Власти соседнего города Сантьяо с населением полтора миллиона человек закрыли 30 въездов на шоссе, соединяющий Ухань с городом Шэньчжэнь на юго-востоке. В еще одном китайском городе Эджоу также временно закрыли железнодорожный вокзал. Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю. Для того, чтобы держать под контролем ситуацию вокруг эпидемии, защищать жизни и здоровье людей, сократить число массовых мероприятий и обеспечить мирный праздник, принято решение отменить все масштабные мероприятия. Говорится в заявлении Пекинского бюро культуры и туризма. В частности, отменены праздничные ярмарки. Многие музеи, парки, развлечения в Китае пересматривают график своей работы из-за ситуации вокруг распространения вируса. Я обожаю теории заговора. Некоторым может эта вся ситуация с вирусом эпидемии в Китае показаться довольно подозрительно похожей на тут с Эболой. Ну, помните, Эбола в 2014 году тоже такая была хайповая, везде говорили про нее. Тоже говорили везде, мол, смертоносная болезнь и источник заражения животные. Ну, так вот, существует теория о том, что шум вокруг Эболы был поднят специально для того, чтобы сконцентрировать на этом мировое внимание. В то время как на Украине шла война, бомбардировки и все такое. Сегодня у нас тоже какая-то мутная ситуация с США и Ираном, ну, вы поняли. Возможно, этот вирус, это и есть технология будущего, примененная Америкой, чтобы как-то контролировать мировой хайп. Вот такую вот теорию заговора можно сейчас найти на просторах интернета. Ну, это смешно, правда. А вообще, честно говоря, причин для паники, ну, совершенно нету. В рамках эпидемии вот это количество зараженных и умерших людей, ну, это, это ничто. Это абсолютно ничто. У нас сейчас от осложнений гриппа в день больше тысячи человек умирает. Поэтому, ну, это вообще не сопоставимо. А уж про сердечно-сосудистые заболевания, я вообще молчу, это номер один причина смертей в мире уже много лет. В комментариях под видео напиши, что ты думаешь по поводу коронавируса. Нужны только экспертные оценки, только чистая аналитика. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok